Современные технологии и средства коммуникации значительно упрощают жизнь человека, но в то же время создают дополнительные возможности для дистанционных мошенничеств. Вместе с количеством IT-преступлений растет и количество способов обмана доверчивых граждан. Представители межмуниципального управления МВД России Люберецкая в очередной раз напомнили о некоторых из них. Звонок от сотрудников банка, полиции, псевдопродавцы или покупателей интернет-товаров, родственники, попавшие в беду. Сценарии обмана разные, но результат одинаковый. Доверчивые люди продолжают идти на поводу дистанционных мошенников и переводят на их счета колоссальные суммы. За 2022 год было совершено 1010 преступлений. Конечно, мы раскрыли ряд преступлений, которые совершили по данному виду преступления. Более где-то 200 с лишним преступлений раскрыто. Понятно, что нет процента раскрываемости, но то, что граждане сами совершаете эти действия, ни с кем не согласовываете. В прошлом году по статье 159 на территории обслуживания Люберецкой полиции возбуждено 702 уголовных дела. По сравнению с предыдущим 2021 эта цифра больше почти в два раза. Более распространенные у нас виды мошенничества, это когда звонят жителям и представляются сотрудникам банка. Потом переключаются на сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры. Якобы кто-то из посторонних людей берет на него кредит в каком-то банке. Уверяют людей сходить, взять кредит, либо свои деньги положить на какие-то счета. Ситуации бывают такие, когда звонят и номер может высвечиваться действительно сотрудников каких-то подразделений. При таких подозрительных звонках сотрудники полиции советуют немедленно связываться с банком. А если речь идет о пострадавших родственниках, то нужно в первую очередь позвонить им, а не действовать по схеме злоумышленников. Очень важно сообщать обо всех фактах в полицию, чтобы помочь раскрыть и пресечь подобные преступления.